Первые у нас пойдут 9,7, холупонь, по три штучки будем делать, скорость я буду озвучивать. Давай тогда верхний левый кружочек, наверное, с него и начнём. Слушай, нет, с таким хватом. Ну, ложись, как тебе удобно. Я в смысле, что в ебало прилетело, блядь. Ага, нихуя себе. Короче, в стиле лайф, лайф, будем записывать видос. В общем, прима новая, 23-й год выпуск, конец, без банки, безо всего. Ток-ток, она, так сказать, немножко, ну, обслужена, вычищена, то есть, где что закреплено, прикреплено. Попробуем пострелять патронами, померяем, естественно, скоростные характеристики. Ну, вот у нас уже есть здесь скорость. Ну-ка, покажи нам. 809 средний, это 9,7 барнаулом стреляли. Что у нас сегодня из кормёжки будет? Пол-оболочка Тула 10,8. Она, сразу говорю, это не патрон, это так баловаться. То есть, потом сейчас покажем. Потом Тула премиум 12,3 пол-оболочка. Неплохо летает, во всяком случае, с моей, ещё с двух прим, которые, я знаю, именно, ну, самозарядные карабины. Пол-оболочка от Техкрима, СП-180. Раньше были хорошие патроны, сейчас стали херовые, потому что на них нагнали скорости. Вот, сейчас в них стали сыпать больше пороха. Когда пороха было 39,6, они летели хорошо. Сейчас стали лететь хуже, в том числе и из болтовых карабинов. Поэтому пулю чисто под релоут. 9,3 латунь, тампак от НПЗ. Ну, мои ставки так, наверное, на троечку он отработает. И обычный биметалл 9,4. Попробуем именно капсуль Бердана на прокол непросаженный. То есть, вот как у нас коробки есть, так и есть. Потому что новые примы говорят, что на этом плане работают. Еще есть патроны 9,7, халупонь. Их тоже попробуем. То есть, ими сейчас как раз-таки мы привели прицел в рабочее состояние. Стрелять будем в загонник с восьмой кратности. В принципе, более-менее комфортно. Потом будем ходить к мишени. Я не знаю, может быть, я и попишу какой-то второй момент. Может быть, включу камеру, чтобы было видно. Ну, и буду озвучивать скорость. А оперировать у нас будет вот этим вот аппаратом Роман. У Романа есть канал, ссылка на него будет. Обязательно All Explorer. Правильно я выговариваю, нет? А тут по-английски называешься. Это у меня все по-простому, по-русски. Вот, это Рома, наш счастливый обладатель у такого карабина. Все, сейчас, короче, включимся и начнем. Начнем, наверное, с 9,7, потому что мы под нее пристрелялись. Все, сейчас попробуем, короче, я шваркну. Сейчас вторую сразу камеру включу. Вот, правый кружочек. Рома не привык, говорит, со стола стрелять. А я только со стола и люблю. По стола, из треноги. Хром пока нам не нужен. Так, мишень вижу отлично. Те же самые 9,7, три штучки. Почему не перезаряжает, пока непонятно. Ну, когда я этот карабин разбирал, я говорил... Почему не перезаряжает? На затворку не встает. На затворку не встает. Я говорил, что у него жестче пружина. То есть, ну, в телеге я когда там с ребятами общался. Вот, у нас этот момент был. Ну, я вижу, все отлично. Попробуем. Три патрона. Подача есть? Да, патрон подался. Он даже в бумаге. Ну, да. Затворка, что-то флажок здесь херово работает. Может быть, цевьё надо это подпилить, подтащить. Чё-то получилось. Да, более-менее. Для охоты пойдёт. Ладно, сейчас простреляем. Да, там видно было на камере. Сейчас мы исполнять не будем, чтобы тут долго писанина не было. Все патроны простреляем, посмотрим. И уже от этого будем дальше танцевать. То есть, покажу вам, что на бумаге получилось. Короче, будем Барнаул 9,4 стрелять. Непросаженный капсуль. Посмотрим, будет ли накол или нет. Вот, решили так, что по куче я прогоню. Поскольку, ну, у меня опыт немножко есть. Стрельба со стола. Вот. А потом уже ровно постреляет. И, короче говоря, от этого будем танцевать. Вот. Ну, и заодно сейчас вам озвучу скорость. Не будем вторую камеру включать. Я потом всё покажу на мишени. Что у нас как примерно и есть. Полулёжно. Сяду. Будет ли у нас накол. Так, центральная мишень, надо запомнить. Это будем потом искать. Загоник, конечно, не очень удобно это делать, но тем не менее. Перезаряд. Даже попадание вижу. Скорость 810. 805 Разброс Сантиметров 8 806 Патрон не её, но Бердан Капсюль колет. Это уже хорошо. А вообще надо с Примы Вот у меня карабин, который 300-400 патронов биметалла стреляешь, ствол прикатывается, и она начинает уже стрелять стабильно. Всё, туши. Техрим Пули СП-180 Заводская Капсюль также не просаженный. Посмотрим, что он нам покажет. Ставки на него у меня нулевые, но хотя бы посмотрим скорость. Кстати, брали вроде как 510 ствол, а померили он 550 оказался. Нет, я не знаю, может быть нас где-то обманули. Хотя бы цены одно и то же. Но 510 было бы поинтереснее. Карабин вообще планируется чисто для загонных охот метров до 150. Не дальше, наверное, как я представляю эту картину. Так, левый нижний кружок СП-180 730 На пачке, кстати, это скорость и написано. 737 729 Мне там травинка закрывает, но я плюс-минус уже понимаю, где они у нас. Одна где-то внизу и две выше прилетели к одному из твоих попаданий. Затворная задержка также не отработала. То есть идет не до отката. Ну, может на латуни, кстати, будет откатываться. Так, давайте не будем долго стыть, чтобы нам сходить сразу к бумаге. Правый лист, еще одну шелуху запустим. Это тульские патроны в железной гильзе, но с латунной пулей. 100 Ну, короче говоря, 10,8 Одно время патрон был реально хороший. То есть им можно было даже тренироваться, так метров на 350 постреливать. Ну, потом, в принципе, он, конечно же, очень сильно испортился. Я перестал лететь абсолютно со всего. То есть даже с хороших винтовок, с болтовых, он просто не летает. Ну, тем не менее, хотя бы мы посмотрим скорость. Так, здесь у нас получилось среднее 732. Сейчас мы ее запишем. Кстати, на пачке указано 730 метров в секунду при баллистическом стволе 600 миллиметров. У нас 550. Ну, это кому, кстати, скоростя может быть интересна. Так, V1 у нас получается 732. Чисто так, для информации. Ствол не греется, поэтому можем продолжать сразу. Ну, пока не нагрелся. Сейчас отстреляем, мы потом уже пойдем менять мишеньку и посмотрим, что у нас получилось. Хотя получилось там ровным счетом ни хера, потому что патроны ни хера. Так, обнулять хрон не буду, продиктую так скорость, потом какую-то среднюю выпишем. Здесь уже капсуль-боксер. Правый нижний кружок. Ну, там уже будем искать, где у нас что. 754, не до подачи, не до отката. 758. Ну, среднюю напишем 755, наверное. Так, V1, 755. Все, пойдем смотреть бумагу. И пока у нас наша аппаратура подстыдит. Трясущихся рук, но зато у меня теперь есть блатная линейка. Наконец-то меня озолотили. Спасибо, спасибо огромное. Что у нас, значит, здесь получилось? Ромины выстрелы. Вот они были 9,7. Или вот, вот, скорее всего они, да. Потому что вот эти рваны, эти другие. Ну, тут можно не смотреть. В дело тренировках, на самом деле. По факту 9,7, вот они. Раз, два, три. Три попадания у нас от 0, 75 миллиметров. Округляем. 9,4 патрона. Раз, два, три. Я их точно помню. Ну, около трех минут они у нас прилетели. Потом был техрим SP-180. Раз, два, три. То же самое, те же самые три минуты. И патрон у нас был Тула. Которая Тула. Полоболочка 10,8. Вот они, три попадания. Они у нас прилетели. Ну, точно так же. 8,7. Вообще, вот этой кучности всей для загона хватит. Но сейчас мы попробуем другой патрон. Опять же, повторюсь. Карабин начинает стрелять после 300-400 выстрелов биметаллом. Для сравнения, мы еще постреляем с моего карабина. С точно-точно, абсолютно такого же. Вот, но только уже, который, так скажем, походил. Полторашку у него настрел полторы тысячи. И я вам покажу, в принципе, как он работает. Все, сейчас будем... Латунками, короче, стрелять. 9,3 новосип. 9,3 полуоболочка. Ну, результаты вы видели. Но, опять же, говорю, то есть надо с этого карабина пострелять. Вот, тогда он начнет уже выдавать. Ну, хотя и так, в принципе, стабильненько. Он там свои 2,5-3 минуты держит. Вот, но, опять же, у меня ставка вот на этот патрон, потому что он прям с коробки очень неплохо летает. Кому не нужно большие настрелы, то есть кому интересно чисто загонная охота, вариант очень неплохой. Ну, и 9,3 может быть полетит. Хотя ствол, он просто отполирован пастами и ничего с ним больше не делал. Ну, и нужно понимать, что это не вывешенный ствол и это самозарядный карабин. Ну, и плюс у него нет банки. С банкой он бы стрелял кучнее. Ну, я вам это потом покажу. То есть мы стрельнем, наверное, может быть, теми же самыми патронами, только уже с точно такого же карабина, но с баночкой. С коробки, напоминаю, что кто первый раз смотрит видео, кто не смотрел меня на канале, если вы купили в магазине карабин, нельзя на него накручивать банку. Оборвет тяги. То есть там нужно его немножечко до ума довести. Так, левая мишень, верхняя у нас будет 9,3 новосип. Скорость буду озвучивать. Поехали. Фаерболл, 809. Она у нас вниз, что-то упала. 790. 786. ЗЗ-ка так у нас и не работает, хотя она функционирует. Но, в принципе, я могу сказать, что... Два попадания-то я вижу, третий не вижу. По-моему, она у нас вверху на 12 часов зацепила этот кружок. В принципе, в целом, все патроны с него летят одинаково. Это 8-9 сантиметров из коробки. Ну и у меня примерно то же самое и было. Ну и теперь ставки у нас идут на Тула премиум 12,3 грамма. 170 рублей за выстрел. Латунки надо будет, кстати, пособрать. Поскольку я люблю сам патрончики поделать. Вот. Но это мы, соответственно, в правую мишень сейчас. Запустим. И пойдем смотреть. Скорость буду озвучивать. Новосибы не записали, но ладно. Что там средний у нас получилось? 795 сейчас потом запишем. Так, правая мишень. Выстрел хорош. 717. 713. 704. Ну, две практически срослись. Вторая к третьей. Я еще один патрончик, с вашего позволения, дострельну. Может быть, здесь порох другой. Потому что нагар по стволу он дает свой результат тоже. 708. Нет, ну они двойка туда-туда. Я, в принципе, попадание даже запомнил. Средняя скорость у нас, ну, где-то получается 708. Давай здесь запишем, что у нас получилось. В1-795. В1-795. А здесь у нас В1-708. Ну, 8 пусть будет, ладно. Хрен с ним. Годится. Пойдет. Бумагу. В общем, 9,3 у нас показал. Результат, 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 не результат. 13 сантиметров практически получается. Тула премиум. Вот я их даже пометил. Я их видел, эти выстрелы. Вот первый, второй, третий. Почему я четвертый стал стрелять? Он сюда прилетел. Потому что я подумал, что они где-нибудь срастутся. Ну, может быть и так. Ну, и тем не менее, здесь даже у нас 2 минуты. То есть, это стандартная самозарядная кучность для нормального, то есть, карабина для охоты с хорошим патроном. То есть, для загона. Вот. Мы на ней и останемся. То есть, мы сейчас под загон. Поскольку скоро загонная охота планируется там через несколько дней. И мы сейчас просто подкорректируем его потом. И на нем пока что останемся. Ну, а сейчас мы возьмем мою приму. Она у меня немножко видоизмененная. Ну, так сказать, в рамках закона. То есть, пленкой обтянут ствол, чтобы не ржавел. ДТК стоит закрытого типа. Ну, и прицел немножечко по большей кратности. А так, абсолютно тот же самый карабин, только 21-го года. И все те же самые патроны с него простреляем. Сейчас я все объясню. У нас сейчас дебаты тут с Романом, короче, пошли. То есть, почему с карабина, который из магазина только-только купленный, нельзя стрелять с ДТК закрытого типа? Все очень просто. Потому что у него все механизмы настроены таким образом, что он работает на всех типах российских патронов. Но у него нет регулировки газовой камеры. То есть, соответственно, если мы накрутим туда ДТК закрытого типа, даже с самым-самым лютым газорасгрузом, все равно у нас овергаз будет присутствовать. И накопление паразитных пороховых газов в стволе, который будет замедленно выходить со ствола, нам будет толкать сильнее гильзу. И то приведет к поломкам тяг, которые находятся у нас непосредственно, то есть, которые двигают затвор. Поэтому там нужно кое-что, так сказать, маслом смазать. Назовем это таким образом. Потому что этот ролик, то есть, как бы... В общем, я объяснил, как объяснил. Кому надо тот помет, кому не надо, в телеграмм ко мне. Точнее, кому надо это в телеграмм ко мне. И там все понятно. Вот. Здесь, я говорю, настрел практически полторы тысячи. То есть, затвор работает совершенно по-другому. Вообще другой звук. То есть, все уже прикатно. Начинаем с патронов 9,7. Те же самые, что у нас и были. Вот. Наушники нам уже не нужны. Единственное, что я не знаю, как у меня сейчас первый полетит. Но вообще, я добился, чтобы у меня ушел полностью холодный отрыв. То есть, они должны спусковаться сразу. Левая верхняя мишень 9,7. Капсуль на них просаженный, потому что у меня капсуль не колит этот бердан. Результат плюс-минус такой же у нас получился. Так, давайте сразу 9,4. Нагрев здесь, конечно, идет чуть побольше. Я не буду просаживать капсуля сейчас. То есть, я вам покажу то, что на ранних версиях, 21-го года, конец 21-го, начало 22-го, были вот эти вот недонаколы. То есть, я с ним ничего не делал. Мне проще капсуль просадить. А затворка у меня точно так же не работает. Ну, точнее, она присутствует. То есть, вот, ее можно поднять. Вот, но настройка сделана таким образом, чтобы просто... Она мне не нужна. То есть, я не остался не заморачиваться. Была бы нужна, я бы добился этого результата. Так, правая мишень у нас 9,4. Но сейчас будут осечки, возможно, и не будет. Нет, осечек нет. О, осекан. А патрон в патроннике. Чуть-чуть дооткатываем. Взводим курок. Вторым должно пробить. Осекан. Ну, она не колет его. Сейчас третьим точно наколоть должно. Поэтому я капсулятором просаживаю, как обычно. Капсуля. Ну, это если мне хочется с заводским патронами поставить. Что-то они у нас в среднем мишень все летят. Как бы не запутаться потом. Ну, ладно. Осекан. Ну, чуть-чуть получше. Все, теперь надо дать ему постыть немножко. Потому что у нас скоро начнет. Хотя, 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 пойдет, наверное, еще на одну серию. Так, что у нас было дальше? Мы стреляли СПшками. Не факт, что они полетят. Точнее, они не полетят, и это факт. Так будет правильнее сказать. Вот техрима. Ранее версии, я говорил, в которых скорость была там 710 на пачке написано. Летали где-то сантиметров 4-4,5. Потом их начало швырять. Вот сейчас, кстати говоря, пока не выключаю, я покажу, что я делаю. Вот такая вот приблуда для капсуляции патронов. Вот, ей просто просаживаю капсуля. Поскольку в ютубе показывать это нельзя, он это расценивает как модернизацию патронов. Я их просто просажу, и мы продолжим. Зарезаем техрим. Раньше, кстати говоря, техрим собирал на тульской гильзе, на базе тульской гильзы, на капсуле боксера. Кота еще пулька Red Team у них была. Она и сейчас есть, кстати, неплохая пуля. Ну, чисто для тренировок, для охоты она, конечно, мало куда годится. Нет, она работает, я как бы этой пули добывал лося, то есть ничего, проблем никаких нету, но слишком сильно фрагментируется. Вот, а потом они все перешли на капсуль Бирдан. Средняя мишень. Посмотрим, куда у нас что полетит-прилетит. В дылочку была бы рублевая монетка, мы бы в нее попали. Ну, а это улетело хорошо, называется «Спасибо, что в бумаге». Ну, разлет, да, разлет хороший. Так, ну теперь, наверное, давайте уж точно постынем, потому что сейчас уже начинает замаривать от банки прицел. Вот, и продолжим. Так, теперь у нас Тула, Тула юбилейная, левый нижний кружочек. Так, я потом не запутаюсь, да нет, не запутаюсь, это у нас Техкрем раскидал, Тула сейчас где-то тут раскидает. А прилетело неплохо, очень неплохо. Ну, это случайность, это я вам точно говорю. Ладно, теперь давайте 9,3. Ну, на медленном порошке вообще как бы летают. Я заметил, кстати, как медленный порох вспыхивает иногда так в самозарядных карабинах. Так, 9,3 новосипа, у нас один кружок свободный, и потом пойдем менять мишень, отстреляем, поставим два кружочка, наверное, и стрельнем еще раз Тулой, посмотрим, то ли это правда, то ли это неправда. Вот, по факту мне вообще этот патрон неинтересен, потому что он полуоболочный. И Тулой премиум, перепроверим, так сказать. Вообще не вижу. А, вижу. Или не вижу? Не вижу. Так, там у нас Тихирин. А, все, понял, они вон слева сгораются. Да, 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 это они. Тоже растянуло. Все, пойдем менять мишени. Сказала Прима номер 2, так скажем. Ну, хотя ее можно назвать, наверное, Прима номер 1. 9,7. Стандартные патроны, смотрим. У нас по результату 2 минуты выдали. Ну, чуть-чуть, наверное, больше. 9,4 у нас показали. Результат 5 сантиметров. Округляем. ТК-180, ТСП-шки. Вот техкрима у нас показали. 9,5 с почти 10 сантиметров. Тула, вот, ее надо перестрелять, потому что, скорее всего, это фейк. 2,5 сантиметра. ИНПЗ 9,3 у нас показали результат 8 сантиметров. Общая картина выглядит вот так. Видно, что немножко, немножко она стреляет получше. С заводскими патронами. Опять же, я с заводскими наигрался. Стрелял 9,7 долгое время. Вот, на благо они у меня кончаются. Сейчас полностью перевожу ее на самокруто. Если кому интересно, пуля-сценар и пуля ССТ. Чисто две рабочие пульки. Так, сейчас стреляем Тула премиум 12,3. И потом перестреляем вот этот вот результат на проверочку. Вот, но опять же, повторюсь. Для тех, кто покупает данный карабин, то есть чисто для охоты, для загона и для еще чего-то, то есть поиграться, побаловаться там. В принципе, вообще, в целом, карабин хороший. То есть, про него ничего плохого сказать не могу. Да, он с завода не может стрелять с банкой, но изначально на нем резьба проектировалась, как для установки открытых дульных каких-либо приспособлений. Вот, но никак не для банок. Кто покупает чисто для загона, можете даже не простреливать. Это уже не первый карабин Артек Прима, который, так сказать, попадает ко мне в руки. Со всех работают вот эти вот патроны. То есть, для загонов даже деньги не тратьте. То есть, пока они еще не подражали в цене. Сейчас Тула посмотрит ролик. И они уже будут рублей по 200, наверное. А пока ничего, нормально. Посмотрим, что они покажут у меня результат. Ну, плюс-минус такой же будет. Просто у них хоть какая-то немножко стабильность. Есть скорость низкая, но для загонов этого хватает. Левый кружок. Интересно. Шо это за осекан такой. Попробуем еще разок. Ладно. Видимо, не до накол. У меня они прилетели лучше. И теперь... Вообще, этот тульский порох, я замечаю, что на нем вот такая вот херня иногда происходит. Вот эти вот вспышки. У меня затвор чуть-чуть подольше закрывается. Поэтому вот это вот догорание уже выгоревших пороховых газов, оно иногда бывает. Ну, ничего страшного. Так, там у нас три попадания есть. Сейчас еще вот эти вот три проверяем, простреливаем. И потом подведем еще новую приму и с нее стрельнем точно так же тулы приму. Ну и уже результаты. Вот. 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 Она даже эти не колет. Боксеры. Слабенький накол дает. Ну, у Тула она не до конца, видимо, садит капсуля боксера эти. И для моего лайтового карабина этого недостаточно. Я не вижу третье попадание. А, вижу. В кружок центральный прилетело. Центральный кружок вправо на три часа в черную отметку. Два рядышком, один не очень рядышком. Вот. Ну ладно, результаты мы потом посмотрим. Сейчас стрельнем, ну, уже не на камеру с нового карабина. Подведем его и подытожим. И сейчас с нового карабина я подвел. Сейчас мы проверим пристрелку. Три патрончика, ну и заодно по куче посмотрим. Там у нас, правда, одна пуля уже в этом кружке есть. Ну, я ее запомнил, но если чего, определимся по ней. Я думаю, если они сейчас сантиметров 5-6 прилетают для загона, будет самое то. Ну и посмотрим, отработает ли затворная задержка на этом патроне. Одели уши, потому что он довольно громко бахает. О, я такой штуки в нем еще не видел. Это как в ГЛОКе у тебя? Наверное. Турки спиздили идею? Так, центральная мишень. Субтитры сделал DimaTorzok. чуть-чуть выше летят вот затворная задержка кстати у нас отработала отлично чуть-чуть выше летят но я думаю мы трогать ничего не будем потому что вряд ли ровно на 100 метров выйдет к тебе лось если он выйдет метров 130 то у тебя как раз ему четко по хоботу прилетит все сейчас несём мишени подытоживаем тоже им 12 3 21 года выпуска сприма прилетела у нас результатом 2 с половиной сантиметра двадцать третьего года выпуска вот они три попадания она у нас прилетела около четырех сантиметров 44 будем мерить 4 то есть чуть чуть больше одной угловой минут 10 8 все расставил на свои места вот этот попадание долго сматривался не мог увидеть репрессал хорошие то есть ну потом я разглядел что тут закрой на дернуто и она у нас волшебства никакого не дает в магазина бежать не стоит 75 миллиметров это с 21 года выпуска вот такой вот результат это уже мы подвели прицел то есть дальше двигать не буду поскольку скорость низкая 700 метров в секунду всего на этом патроне с 550 ствола составляет мы оставляем так потому что если в загоне лось выйдет где-то метров на 130 ему в любом случае хватит очень на сотку ему хватит и метров на 60 ему хватит и метров на 130 ему хватит то есть это область поражения но ладонь это это все отлично то есть на этом и останавливаемся и сейчас на пассажок хочу еще прострелять порох тк-т2 на поле сценар потому что у меня ирбис заканчивается но тк-т2 с 2 точно порох не подходит по 308 калибр он очень нестабильно горит ничего от него и хорошего не получится в общем хочу попробовать нагнать скорости посмотреть как у меня покажет себя сценар навески 42 42 с половиной 43 43 с половиной патрон 71 и 5 сейчас 42 стреляю чтобы центр словить два патрона мне отдельных есть чтобы стп подвести под центр и потом уже серийно простреливаю каждую кучку ну и заодно сценаром прикатается ствол вот этот порох прогорит все то есть как это в принципе должно быть происходить центральную мишень пару штук запущу 751 маловато и разброс довольно сильный ну ладно подведем и посмотрим может быть 1 у нас прикатывалась начинаем начинать 42 навеска по 3 выстрела 8 верхний левый мишень 755 Перекрутил похоже 761 756 Серия неплохая получилась Пока тормози, подостынем, обнулим скорость И гильзы соберем Потому что это очень-очень драгоценный материал Практически как в линейке Так, следующее у нас идет 42.5 Навеска, я хрон обнулил, все обнулил 42.5, три патрона Правая мишень 768 766 768 Тоже неплохая серия получилась Давайте, наверное, сразу следующий Он не греется На улице-то холодно У нас ближе к налью 43 Напомню, что у меня сценарь вообще хорошо летает на скорости 805 Ну, 800-805 Но этого я смог достичь только на 135 гирбисе Здесь же Просто места в гильзе не хватит Чтобы на ТКТ-2 Его так раскочегарить Это прискорбно Но мне хотя бы, чтобы он более-менее Летел Чтобы хотя бы до минуты укладывался Именно в самозарядном режиме Потому что Пулька хорошая По хищнику работать одно удовольствие Потом хотя бы Шкурой Потрошить ничего не надо Так, нижняя левая мишень 774 Уже такой приличный шлепок 772 770 Ну, тоже более-менее вменяемо Годится, пойдет Я уже плюс определился Что у нас, к чему получается Давайте достреляем Ладно, хрен, банка не раскрутилась Ничего не раскрутилась 43,5 Уже такой Ощущается выстрел Потому что порох такой С нагаром идет Долго горящую Ну и по отдаче чувствуется Так, правая Мишень 789 789 789 Надо было сигаретку в зубы взять Сейчас бы прикурил 788 Ну, тут одной я оторвал, конечно Две прилетели неплохо Третья улетела Видать, я просто испугнулся Вот это догорание пороха, конечно Длинного, медленного Оно меня напрягает Это конкретно с этим карабином происходит Почему? Потому что у него сделан Более долгий докат затвора Поэтому он находится В открытом положении Больше, чем у обычного И вот эти вот пороховые газы Они кумулятивно догорают Здесь такая вот Ну, херня, короче, в физике Все, сейчас принесем мишень Посмотрим, что получилось И на этом подытожим уже точно У нас начался дождь В общем, первый выстрел Вот этот был первый Вот этот был второй 42 навеской То есть, понятное дело Что прогорал порох Поэтому так получилось Следующая серия была Вот они, 42 навеска с сценаром Мы получили результат Результат, если по центрам мерить Ну, 20 мм Там, 19 с копейками получается Следующая была у нас 42,5 Здесь тоже 20 мм Следующая навеска у нас была 43 Тоже 20 мм И следующая навеска 43,5 Вот одна у нас отлетела Оторвалась 30 мм Ну, в общем, нужно крутиться Где-то вокруг вот этих двух навесок 42, 42,5 Скорость 755-760 В принципе, удовлетворительная Для охоты на хищника Метров 300-350 Я думаю, этого будет более чем достаточно Вот так вот, в принципе, стреляет Карабин Артек Прима Который на нормальном На качественном патроне То есть, практически так же Как и болтовик Понятное дело, болтовик может это все Засылать в одну дырочку Но когда у меня был 135 И у меня примерно такой же результат И получалось То есть, у меня примерно где-то Три штуки сращивались Обычно это было где-то 12 12-16 мм был результат Ну, что имеем, то имеем Субтитры сделал DimaTorzok